я наверное сразу так вот немножко провокационно поставлю вопрос давайте представим что вы сейчас работаете в правительстве чтобы вы сделали сбежал ушли бы в отставку да я так и думал что вы так ответить а если бы такого варианта не было не понимаю не понимаю потому что масштабы изменений таковы что справиться с этим полностью невозможно переход командной экономики как было озвучено мобилизационной экономики как сегодня сказала глава верхней палаты не представляется убийственным для российской экономики соответственно у меня нет ответа на ваш вопрос а латать дыры которые разрастаться будут день от дня тришки ковтан и это занятие тяжелое тоскливое ну что-то как-то отчасти решающих частности но не меняющий ситуацию в целом мы сейчас видим только первые последствия в виде роста цены девальвации они случились быстро поскольку это уже которая девальвация в россии за последние 13 лет 3 народ ну помним 9 декабрь 14 ровненько идем ровненько примерно каждые 6-7 лет этот кирпич бьет по башке и у жителей россии уже видимо как бы есть некоторое привыкание к таким весьма регулярным ударом поэтому воспринимается это ну было плавали знаем да у всех есть доллары ну кого я умного нет тут руко и потерпим и это уже проходили а вот помимо этого сейчас не так быстро шаг за шагом будут развиваться процессы про который не плавали и не знаем и люди этого по честному почти не понимают за исключением тех кто работает на предприятиях иностранные собственники которых уже сказали что они уход тут вам как бы явили картину мира четко и на непонятно что дальше три месяца они получают зарплату все законопослушный положено по трудовому кодексу и выплачивать ее три месяца выплат а вот дальше даже если вы скажете что мы национализируем мы заберем это имущество а что вы на нем будете делать это интересно у вас нет ни комплектующих к этим автомобилям технологические линии созданы под эти комплектующие и вот эти радостные разговоры что придут китайцы и все нам помогут сделать они вы выдают какую-то бешеную инфантильность нашел общество которое не понимает масштаба проблем 2 не сейчас но в течение второго квартала мы будем видеть все чаще как уходят импортные комплектующие не потому что запреты в виде санкций вот это надо понять а потому что очень многие иностранные компании не хотят поставлять в россии это моральные вещи это не связано с вашими выгодами и издержкой это мощное давление общественного мнения в европе и в америке которые видят то что не показывают российским телезрителям и приходит от этого ужас поэтому снижение потока комплектующих напоминаю что очень многое перевозится уже много раз говорила в контейнерах крупнейшие глобальные контейнеровозные компании отказываются поставлять груза на россии это не санкции это сознательный отказ бизнес иностранных потому что это сильные репутационные издержки общество в этих странах не поймет компании которые будут продолжать поставлять все как раньше так уже не будет это означает что я просто перечисляю отрасль это означает что все наше транспортное машиностроение а это производство прежде всего вагона уже встала повторять сапсан сапсана стрижи ласточки либо сименс либо француз компонентов огромное количество но не сразу пока ресурс этих поездов есть они будут работать а когда потребуется запасные детали как будем делать непонятно дальше энергетическое машиностроение сименс турбины большого диаметра мощные турбины которые мы выпускать не умеем уже в который раз повторяю москве 30 процентов энергомощности это пара газовой установки совершенно современной импортные большой мощности но сейчас работают хорошо а дальше любому оборудованию требуются ремонты и комплектующие дорога газовой установки этого иметь ввиду да она тепло и я пленник если просто реже всего выработка электроэнергия потом отопление да вы правы абсолютно дальше идем нефтегазовое оборудование да что то мы за эти годы успели или чуток импорта заместить не так уже провально то что зависимость была от 60 до 90 процентов что-то как бы заказать китайцы они умеют что-то делать но хай-тек в этой отрасли самое современное оборудование они делать не умеют уход нефтесервисных компаний который постепенный они будут уходить тихонечко весь 22 год но они бурят современными методами они подготавливают месторождение к эксплуатации российскими компаниями да не во всех компаниях устроена так сургут нефтегаз в основном делает сам часть в роснефти делается сам но в очень значительной мере особенно на трудных называется трудно извлекаемых месторождения без этого оборудования невозможно поэтому мы можем ожидать что сокращение добычи нефти даже не по причине той что отказываются частично покупать а просто потому что технологически не сможем возместить убывающие месторождения будет сокращаться существенно быстрее чем заложено в планах стратегиях развития тэка там и так заложено что это будет сокращаться потому что у нас нет столько легко извлекаемой нефти дальше те кто занят на строительстве завода арктик-2 арктик-3 по газожижение вот ввели первый ямал комплекс 80 90 процентов оборудования это импорт и это уже санкции его не поставят это чисто подсанкционное оборудование которое электроэнергетика нефтегаз там это запрет запрет металлургия она наша родная отечественная но немалая часть имеющего 7 дней оборудование листопрокатного более современным это импорт отчасти китайский но китайцы делают по западным технологиям какие-нибудь там австрийцы или бельгийцы разрабатывают локализует производство в китае и это оборудование потом шеф монтажа извините за умные слова поставляется на магнитку там нужны запасные детали и я не очень понимаю согласятся ли компании западные которые имеют свои заводы в китай это оборудование поставлять поэтому поле боя обширнейшие люди этого не понимают я немножко уже повторяюсь даже не в третий не в пятый а в десятый раз но я вынуждена сказать что наше супер успешное сельское хозяйство все на импортных семена семена инкубационное яйцо и ветеринария что такое птицефабрики что такое свинокомплекс наше отечественное без современной ветеринарии это будет то что называется массовый падеж скота потому что им надо делать прививки скучность большая это же огромный комплекс и вот так вот когда все это постройка пожалуйста уже следствие девальвации стройки очень на стройке очень много было гастарбайтеров уже был дефицит до всякого 24 февраля потому что доехать трудно а сейчас еще падение рубля но фактически делает на 60 процентов на 40 процентов да не не оплачиваем труд этих людей а тяжелый труд и уже понятно что столько не построим более того они ведь и работают на заводах производящих стройматериал нас уже постройки дефициты цемента бетона потому что не могут предприятия столько производить нет работников двадцать втором году еще как-то а вот двадцать третьем нас ждет совершенно четко снижение объемов водожилья первые за все время мы двадцать втором году их 21 уже подошли 50 50 многоэтажки и и же с все знают это слово индивидуальное жилищное строительство мощный рост цен на стройматериалы на металл в сочетании с падением доходов населения ставят под вопрос многие планы домашних хозяйств построить дом дачу или что-то такое дальше многоэтажках те же проблемы с обеспечением стройматериалов и со строителями и уже по оценкам прошлом году мы вели 43 миллиона квадратных метров а в двадцать втором я-то думала удержит пока этот уровень мне казалось что пока сильно ничего не меняется уже в оценках 37 то есть мы будем уменьшать вот жилье бизнес видя процент на ипотеку 22-28 цена ипотеки в большом счете он понимает тогда единственный способ это и помочь и стройиндустрии запустив горы льготных программ по ипотеке не тот набор который сейчас есть он есть но он весьма ограниченный а просто вот как-то удивительным образом субсидировать многим категориям домашних хозяйств стоимость ипотечного кредита смогут не знаю не знаю и вот смотрите я по всем секторам прошлась да промышленность агросектор строительство транспорт чё тут плакать самолеты все все мы все поняли да самолетами все понятно будем пересаживаться на железнодорожный а тогда детские вопросы вообще тоже ремонтировать надо у нас пассажирских поездах тоже есть детали импортные пассажирский городской транспорт тоже вопрос все видели красивые наши трамвайчики московские я уже опять повторяюсь да и много чего там тоже есть импортные детали теперь сектор услуг кто не знал только в четырех отраслях сектор услуг это торговля это авторемонт вы скажете отчет машины то не меняем будем ремонтировать а компоненты а запасные детали серый рынок наладит но стоить это будет очень хорошо вот такой вот огородами ввоз запасных частей казахстан получает какой-то уникальный шанс не уверена по небольшим ручейкам да их нельзя отследить но что-то крупное партиями ввести и это будет вопрос еще контроля внешнего не казахстанского как вы понимаете посмотрим российский бизнес невероятно адаптивен невероятно но каковы будут издержки вот этого пути огородами мы пока не понимаем 3 гостиницы столько бизнеса летать не будет столько ездить москву смотреть его красоты не очень получится потому что ну как бы с деньгами напряженка и четвертый сектор это то что называется корявым советским словом общепит бары кафе ресторан если у вас меньше денег в кошельке вы скорее всего начнете экономить на это и так вот эти четыре только сектора услуги шире 20 процентов занятых в стране 20 а если брать регионы то в третье регионов от 20 до 27 то есть больше средний поэтому я сейчас шла к вам смотрела на людей гуляющих по нашей пешеходной улице московской беззаботных весел спокойно пока все работает пока люди еще как бы очень медленно адаптируются к меняющейся ситуации их можно обвинять и бессердечье и в легкомысленности я не буду потому что человеку свойственно спасаться от меняющейся реальности иллюзии но предупредить о меняющейся реальность я их должна